На Кубани продолжают ликвидировать последствия наводнения. Напомним, в результате трагедии 7 июля в регионе погибло более 170 человек. Десятки получили травмы, многие лишились крова. Водой разрушено множество зданий, больше всего пострадал город Крымск. На месте ЧП МЧС по-прежнему ведет спасательные работы. Регион дважды посещал президент Владимир Путин. Он лично выслушал жалобы населения о том, что городская комиссия неверно оценивает ущерб нанесенной стихии. Нужно, чтобы жители из пострадавших районов создали группу из жителей из пострадавших и работали вместе со специалистами, чтобы они сами принимали участие, в том числе и они принимали участие в принятии решения по поводу того, что сносятся, что не сносятся, кто получает какую компенсацию и так далее. Всего в ликвидации последствий паводка участвует 18 105 человек и 2498 единиц техники. Пострадавшим доставляют гуманитарную помощь и выделяют финансовые средства. Тем не менее, 17 июля на заседании Государственного совета Владимир Путин все же назвал предпринятые усилия недостаточными. Ответственность за недопущение развития ситуации по этому трагическому сценарию несут все уровни власти – и местные, и региональные, и федеральные. Комсомольская правда также следит за развитием событий и старается помочь пострадавшим. 18 июля в Крымске выходит спецвыпуск газеты, в котором все восемь полос полностью посвящены теме помощи людям, пострадавшим при наводнении. Номер распространяется бесплатно. С его страниц люди смогут узнать самую свежую информацию о ходе восстановительных работ, все о положенных компенсациях и о том, как их получить. Также в выпуске опубликованы номера горячих линий для населения.